Не утилизировать, а перерабатывать и отдавать бездомным животным. Депутаты Госдумы вышли с инициативой использовать просроченные продукты питания для четвероногих в приютах. То есть не избавляться от просрочки, а делать из нее корма. У предложения нашлось немало сторонников, но возникли вопросы к самой процедуре переработки. С подробностями Наталья Бакерина. Инициатива, по мнению разработчиков, позволит решить сразу несколько проблем. Просрочка из магазинов не будет просто уничтожаться тоннами. За это предприниматели тоже, кстати, платят и немало. В приютах у животных появится корм, а волонтерам станет проще. Сейчас время очень трудное. Прямо скажу, что мы не справляемся с покупкой сухих кормов дорогих. Дешевыми кормить нельзя, потому что потом увлечение приходится лечить животных. Покупаем премиум классы корм, средств не хватает. Не можем набрать на корм. Конечно, просроченные продукты были бы для нас выходом. Правда, просрочка просрочки рознь. Если, например, продукт испорчен, то кормить этим животных, конечно же, нельзя. А если закончился срок хранения, то вполне. Поддерживают инициативу и ветеринары. Они считают, что если продукт правильно переработать, то никакой опасности для кошек или собак он не представляет. Но и здесь есть свои тонкости. Кормить животных абсолютно всем тоже неправильно. Копченые продукты, они достаточно жирные. Копченость в принципе не полезная пища ни для животных, ни для человека. Тем более, если это продукт уже, который не первой свежести. Учитывать физиологию, анатомию животных, особенности их питания в дикой среде. И, соответственно, исходя из этого, соответствующий набор продуктов им предлагать. Все, что можно использовать, нужно использовать, считают в Союзе потребителей России. Тем более, что за уничтожение просрочки платит и сам покупатель. Это закладывается в розничную стоимость продукта. А вот к процедуре переработки уже появились вопросы. Должен появиться такой бизнес, который готов этим заниматься. Готов принимать, вывозить, перерабатывать по каким-то существующим, далеко не секретным технологиям. С таким бизнесом пока плохо. И пока его не будет, то и эти предложения, все отдавать на переработку кормов, повиснут в воздухе. Возможно, новая инициатива как раз и заинтересует предпринимателей. Они захотят этим заниматься. В любом случае, в Минпромторге идею уже поддержали. Документ направили на согласование в профильные ведомства.